Ребят, всем привет! Мы сейчас находимся в Хука Маркете, который находится в Реутове. И сегодня у нас обзорчик. Немного с опозданием, немного, наверное, уже не актуально, но зато я смог полноценно его разюзать, поюзать и понять, какие минусы есть в данном кальяне и какие плюсы, которые перебивают данные минусы. Собственно, весь кальян находится вот в таком вот кейсе, в таком вот чемоданчике. Это Крафт Джинджер Нано. По моему личному восприятию, это самый, возможно, маленький кальян. Именно кальян, а не какой-то выкидыш, да? Неполноценный, с которым реально приятно работать и с которым реально приятно курить. Чтобы вы понимали его размеры, это, собственно, вот такой вот маленький чемоданчик, маленькая сумочка, которая, наверное, меньше маленькой сумочки для льда, где хранятся ваши напитки, да? Собственно, открывается она вот так. И тут уже сразу в комплекте идет вода в колбе, да? То есть не нужно париться, чтобы где-то залить воду в колбу. Все как бы уже идет в комплекте. Так вот, давайте теперь потихонечку, поэтапно разбирать данный кальян Джипси Нано. Его цена в розницу примерно в магазинах равняется 7700 рублей за максимально полный комплект. То есть что может быть лучше, да? Маленький походный кальян, который можно спокойно закинуть в тачку за почти 7700, ну, за 8000 рублей. Так, в комплекте у нас идет колба, блюдце, погружная шахта, вот такое вот миленькое основание. Верхняя часть мундштука, вот такая вот маленькая, миленькая, пронумерованная накладная шахта, то есть декоративная часть шахты, да? Это верхняя шахта. Так, что у нас тут есть еще? И, собственно, коннектор под чашечку. Давайте-ка его быстренько сейчас соберем. И, собственно, уже разберемся, какие есть у него плюсы, какие есть у него минусы. Из плюсов, наверное, я думаю, это маленький размер. Плюс ребята настолько замудрились, что они сделали даже маленькую колбу. То есть большая проблема маленьких кальянов заключается в чем? В том, что кальян маленький, а колба на него большая. И, соответственно, вся мобильность данного кальяна, она просто улетает и становится максимально непонятной, что, куда, зачем и для чего. Вот так вот мы это все закрутим. Да, после определенного периода использования резьба начинает дико скрипеть. Это факт. Многие детальки, что касается, допустим, резьбы коннектора под шланг, она не очень удобная, потому что с родным же шлангом она очень плохо с него слазит. Но и закручивать со шлангом тоже неудобно. Я вам сейчас, собственно, это все продемонстрирую. Выглядит он, собственно, вот так вот. Мы его сейчас до конца собираем. Собственно, вот и все, что касается нашего кальяна. Чтобы примерно понимали, да, вот моя ладошка, вот полноценный собранный кальян. А тот стереотип, который был у всех у нас раньше, в том, что чем длиннее кальян, тем он лучше. А сейчас это уже не работает. То есть, по факту, от размера кальяна ничего не зависит. Давайте даже на примере возьмем такие кальяны, как наносмок. Многие до сих пор на них как бы курят, и это им приносит большое удовольствие, да? Что касается мундштука, шланга, то здесь тоже все очень мудрено. Если вспомнить мой обзор про джинджер гипси, да, это именно полноценный джинджер гипси кальян, то там заключалась проблема также. Вот в этой части, собственно, декоративной части мундштука, да, и, собственно, рабочей части мундштука. Здесь есть о-ринг, но это настолько похабно сделано, да, вот не знаю что, что когда ты начинаешь закручивать, твой о-ринг просто рвется. И это, собственно, непонятно. Теперь идем, наверное, к самой такой важной проблемке. Так, курим мы сегодня бакар. Микс у нас груша плюс блубери. Собственно, то, что я сегодня курил днем, то сейчас и будем курить, да? И все это, собственно, на угле фанкони. Вот, самая главная проблема, если ты заранее не закрутил шланг в кальяна, как обычно, да, делаешь, забиваешь, ставишь угли, только потом идешь за шлангом, то ты сталкиваешься с той проблемой, что из-за блюдца и высоты декоративной, то есть части шахты, у тебя не совсем получится это все сделать. То есть это крайне неудобно. Конечно, если это все идет... Короче, блядь, экстренное включение такое, знаете, прорвем и вставим где-нибудь в центре. Я настолько тупой, блядь, что и невнимательный, что не заметил, что шланг у нас, собственно, на оринках и на магнитах, блядь. Вот, сука. А я постоянно вкручивал вот эту хуйню. И как и бланк тратил на эту хуйню, вот тучу времени. Оказывается, все максимально просто, крафт-сорян. Опа, и все, ебануться, значит, один минус отпал. Так что ставь лайк, если думаешь, что да, вы максимально невнимательны. Также из минусов покрытие блюдца. Оно у меня уже зацарапалось, оно у меня уже начинает потихонечку скалываться где-то красочкой и так далее. И на этом, в принципе, по факту, такие значительные минусы заканчиваются. Теперь начинаются плюсы. Давайте поговорим о плюсах. Первый плюс – это размер данного кальяна. Он у меня лично всегда лежит в машине. В данную сумочку помещается газовый баллон плюс насадка-горелка. Собственно, три баночки или по три контейнера разного табака. Калаут и чашечка полноценно сюда залазит. Также здесь есть еще дополнительный кармашек для всего прочего дерьма в виде одноразовых мундштуков и всего остального. Сама сумочка тоже топ. То есть, это большой плюс хороший такой чемоданчик. Далее. Размер погружной шахты тоже соответствует, в принципе, хорошим нормальным стандартам. И кальян не является кальяном с легкой тягой. Здесь все с тягой максимально заебись. Клапан – заебись. Большой плюс – маленькая колба, родная, крафтовая, к данному кальяну. Заебись. Еще один большой плюс – цена. За такого малыша не жалко отдать 7700. Реально, так что это будет ваш любимый походный кальян. И, наверное, еще большой-большой плюс. Больше нет. Больше нет плюсов. Погнали, раскурим, посмотрим, как все это работает. Также еще попрошу обратить внимание на такой момент, как именно продувка. Обычно, когда мы видим данный кальян, то есть данный вид кальяна, это малыши, которые не всегда остаются недооцененными. Это тот момент, что все думают, что говно и нихуя не продувается. То есть у нас где-то в подсознании остались зачатки арбузиков, кальяны Айгер. Помните, Мия Айгер, вот эти арбузики, маленькие кальяны с вот такой вот штучечкой. Продувается он также полноценно, как и, собственно, полноценный кальян. Ну и, наверное, самый главный плюс, это, собственно, форм-фактор самой колбы, что дает такому маленькому кальяну именно правильную устойчивость. То есть широкое дно не дает кальяну, в принципе, перевалиться, потому что шланг у нас не обрезанная версия, не уменьшенная версия, а полноценный шланг с полноценным мундштуком. Но я бы, скорее всего, все-таки бы сделал под него тоже маленький мундштук, чтобы его можно было ложить в сумку уже в неразборном состоянии. В принципе, если закрыть глаза, то ты не поймешь, что ты куришь на каком-то маленьком кальяне. Но этот маленький кальян даст реально фору любому, в принципе, большому кальяну в каких-то определенных моментах. Покупать его или не покупать из-за того, что блюдце царапается и, в принципе, не очень удобно работать со шлангом и вставлять его на природе, то да, тут возникает вопрос. Но когда мы понимаем его размер, его максимальную полную комплектацию за 7700 рублей, то тут однозначно надо покупать. Поэтому, парни, вот такой вот маленький обзорчик, то, что я именно заметил его недостатки во время уже курения, мы его курили много где, на природе, на выездах каких-то, да, то я однозначно могу сказать, что здесь гораздо больше плюсов, чем каких-то минусов. И советую, собственно, его покупать. И на этом, думаю, все. Вот такой вот маленький по факту быстрый обзорчик по основным моментам. Это хукамарки Треутов, табак Курим и Бакар и, собственно, на уголечках Фанконе. Так что ссылочка на данный кальян будет в описании, кому интересно задарить, кому-нибудь такой кальян. Пока-пока.